Дорога ложка к обеду. Александр Ступень, не покладая рук, прессует солому в рулоны с 7 утра. В полдень прямо в поле для тракториста накрывают стол. В меню рассольник с хлебом, пюре с курицей, малосольные огурчики и чай. С собой минеральная вода. Наедаемся. Не хватает на день, до вечера. Хорошая погода, надо убирать солому. Погода дождя нет. Потом кукуруза начнется. Почевная, осенняя. Вкусно и сытно. Столовый филиал «Пищевик Агро» ежедневно готовят на 45 человек. Трактористам и комбайнерам еду отвозят в поле с 12 до часу. Остальные обедают здесь. Питательное меню разрабатывает повар на неделю. На кухне порядок и чистота. Колдуны очень вкусные здесь дают. И блинчики с мясом. А что можете о поваре сказать? Как она готовит? Очень вкусно готовит. Очень хорошо. Всегда блюда горячие. Нам агроном приносит каждое утро список на тех людей, которые обедают на полях. Ну а так, численность людей каждый день одинаковая, кроме выходного дня. В горячую пору держит руку на пульсе санэпидслужба. Во время жатвы специалисты проводят мониторинги. Будь то поле или столовая на контроле, условия соблюдения личной гигиены и питьевого режима. Плюс наличие у рабочих спецодежды медаптечек. В списке на проверку объекты Невский Агро, филиал Воротынь, агрокомбинат Бобруйский и СПК «Гигант». У нас получены на все пункты санитарно-геническое заключение. Автотранспорт по доставке на поля также имеет санитарно-геническое заключение. То есть все пункты соответствуют требованиям санитарно-геническим законодательством. Тем временем в Беларуси аграрный сезон перешел экватор. На молоты растут каждый день. Хлеборубы держат курс на шестую миллион тонн зерна с учетом рапса. К тому же очередная поземная уже на старте. Вовремя заложить основу для следующего урожая – дело не менее ответственное.